Добро пожаловать на обзор обновления Car Delivery Service 2022. Игре меньше месяца, на неё уже вышло глобальное обновление. Итак, добавлены миссии по доставке машин, теперь игра оправдывает своё название. Добавлены новые виды транспорта, добавлена смена обвесов на авто и добавлен донат и таблица лидеров. Ну что, погнали в игру всё это обозревать, начнём с миссии. И, вкратце, чем круче доставлена тачка, тем больше заплатит. Но вначале можно перегонять только старые авто. Как понимаю, на более престижные авто мы будем переходить по мере поднятия уровня. Ну а теперь на деле нам нужно найти вот такой вот зелёный маркер, заехать в него. Вписано Old Car, то есть старая машина, за это нам дадут 100 монет и 10 единиц опыта. Ну и погнали, вот стоит машина, которую нам нужно перегнать. Останавливаемся тут, выходим и идём к машине. Итак, наша задача просто из пункта А в пункт Б, тупо перевести эту машину и всё. Никакого времени, никакой шкалы повреждения здесь нет. Если мы ударимся, врежемся, ничего страшного не будет, ничего не произойдёт. Просто нужно доставить машину и всё. Да, сейчас идёт максимально нон-РП, но всё-таки это больше обзор, а не отдельное видео. Занимать ваше и своё время мне как-то не очень хочется. И сразу говорю, чтобы вы не подумали каждый раз одну и ту же машину доставлять. Нет, это уже четвёртая машина, которую я доставляю. И ещё ни разу ни одна машина не повторилась. Всё, мы это дело всё доставляем, после чего нужно выйти из машины и перейти вот в тот триггер. И нас перекидывают обратно, откуда мы всё начали. Ну что, с миссиями мы разобрались. Теперь предлагаю перейти к новым авто. Как помните, в предыдущей версии были доступны обычные машины, остальное было недоступно. Теперь же в игре появились они. Мы видим БТР, дом на колёсах, седельник Вольва, трактор, лайнер и фургончик. Ну и держите спойлер от разработчика. Единственное но, я не знаю где взять эти машины. Их нет в гараже и меню. С высокой вероятностью они раскиданы по карте. Ну это не точно, как узнаю ответ, напишу и закреплю коммент. Ну а теперь об обвесах. Они доступны не на всех машинах. Кстати, для смены обвеса нужно жать на эту кнопку. Небольшой сюрприз. Малая часть авто будет меняться кардинально. Например, Mitsubishi Lancer, Nissan, Toyota Supra и Beha. Думаю, каждый узнал эти легендарные авто. Ну и остались две последние новости. Это таблица лидеров в меню появилась. И донат на случай, если вам надоест, кататься из пункта А в пункт Б. Ну и на этом, в принципе, все. Ссылка на игру в описании. Рад был донести информацию. Встретимся в следующем видео или на стриме.